В общем, я запустила себе в пруд плотву опять, около восьми особей. Так-то объемы ей подходят такие, но я вот боюсь, опять паразит будет инфузория туфелька. Из-за этого паразита умерла предыдущая, которая одна была. В общем, я решил пытаться убить это простейшее с помощью йода. Капнул сюда несколько капель, которые будут безвредны для плотвы, но при этом будут действовать на этот вот налет зеленый и на мелких всяких бактерий простейших. Надеюсь, вот они умрут. Кстати, смотрите, какие интересные следы. Вот видите, круглые, как будто здесь улитка была какая-то. Вот вам еще что нужно сказать. Я, значит, взял и наконец-то прислышался к совету одного из комментаторов и по его совету как раз-таки пустил сюда прудовиков. Три штучки прудовиков и еще растительноядных ручейников с реки. Один из ручейников по какой-то причине всплыл и могу показать его домик. Домик у него состоит из мелких веточек, кусочков от ракушки, камушков, песчинок. Вот утонул. Стоят из разных частичек, которые в воду попадают. И они их вместе соединяют своей паутинкой. Там некоторое время находятся, а потом превращаются в мотыльков. Вот, кстати, смотрите плавунец. Все они остаются здесь. Плавунцам здесь просто отлично чувствуют себя. Просто шикарно. Кстати, вы могли уже заметить, что вода стала мутная. Как это и ожидалось. Потому что находится мой прудик на открытом месте. На солнце, грубо говоря. И из-за этого он постепенно начинает цвести. Водоросли всякие мелкие развиваются. Нечатка, тина. Поэтому трудно его уже становится держать. И он уже стал более естественный. И в плане растений. И в плане чистоты. Вот смотрите. Хороший вам пример, как передвигается рученик. Как я уже говорил, рученик-личинка, живущая в сплюзенных вместе палочках, камушках, песчинках и прочем. Рученики бывают как хищники, так и растительноядные. Рученики бывают как хищники, так и растения. Рученики бывают как хищники, так и растения. Рученики бывают как хищники, так и растения. Продолжение следует...